на первый взгляд эта школа особо ничем не отличается от многих других средних школ в храгастане такие же как и везде классы учителя такие же шумные и подвижные ребятишки внешне ничем не отличающиеся от других своих сверстников но это только на первый взгляд в специальной школе интернат для глухих обучаются дети с проблемами слуха и другими отклонениями таких детей намного сложнее обучать чем обычный а еще их нужно подготовить чтобы в будущем они могли безболезненно вписаться во взрослую жизнь но в нашей школе обучаются дети со всех регионов кыргызстана как я сказала у нас диагноз глухота поэтому несмотря на то что наши дети не слышат наша первейшая задача научить детей говорить и считывает сгуб советское время у нас в школьной интернате в каждом классе была звукоусилища аппаратура по которому мы развивали слуховое восприятие учащихся после развала советского союза у нас устарела с методикой конечно у нас тоже тяжеловато связи с тем что у нас кыргызстане нету института дефектологии которая разрабатывала бы методические рекомендации методические пособия именно для детей с ограниченными возможностями после развала ссср мало кого интересовало положение школ для глухих детей и других аналогичных специальных образовательных учреждений не говоря уже о новых подходах и методах обучения но как говорится время всему научит и в апреле 2020 года в период пандемии коронавируса программа он корызстане объявила конкурс вызов открытым инновациям и на 4к g этот проект был подан совместно с со специалистами специальной дошкольной образовательной организации для детей с нарушением слуха и речи номер 87 и специальной образовательной школы-интернатом а для глухих детей к р далее разработали флэш-карты по словам и темам которые встречаются в ежедневно ежедневно в жизни ребенка там моя семья мой дом части тела мои игрушки времена года животные эти флэш-карты мы объединили в три мобильных приложения мобильное приложение язык жестов мой мир мобильное приложение язык жестов арифметика и язык жестов моя семья все эти три приложения опубликованы в плей маркете каждый кто пользуется плей маркетом набрав поисковой строке язык жестов может найти наше приложение далее мы также опубликовали в сети интернет в приложение медиабукварь дошкаленка особенно оценили учителя и родители качество обучения по мобильному приложению период карантина когда дети вынуждены были заниматься дистанционно из-за пандемии коронавируса благодаря обучающей программе по мобильному приложению у моего ребенка появился большой интерес к учебе если раньше он после школы часами играл со смартфоном или смотрел видео теперь мы вместе делаем домашнее задание через мобильное приложение по новой программе в телефоне детей привлекает яркое разноцветное оформление и игровая форма обучающей программы поэтому им не скучно и они с удовольствием учатся я считаю что это большой шаг в деле образования глухих детей хочу поблагодарить специалистов которые работали над этой программой и внедрили ее в школах данил учится во втором классе недавно ему исполнилось 8 лет что касается его родители отец мальчика глухой мама слабослышащая в отличие от большинства своих одноклассников данил частично слышит благодаря новой методике обучения через мобильные приложения данилу легче стало воспринимать и усваивать материал например дактильная или пальцевая азбука помогает лучше овладевать устной и письменной формами речи на уроках труда девочки получают навыки вкройки и шитья столь необходимые им в повседневной жизни на этих уроках дети учатся выполнять трудовые задания по словесной инструкции тем самым они накапливают и обогащают словарь специальных терминов занятия танцами и пением особенно важно для глухих детей это развивает у них образное мышление и фантазию стремление к духовному и являются источником новых позитивных переживаний также танцы воспитывают у детей целеустремленность через желание научиться и добиться правильного исполнения танцевальных движений также занятия танцами развивают у детей такие качества как организованность и трудолюбие все это безусловно положительно сказывается на общем развитии глухих детей и помогает им легче интегрироваться в общество чтобы работать здесь нужно в первую очередь любить детей и выбранную профессию айперим абдулазизова одна из них она как и все учителя рада внедрению цифрового обучения а также она отмечает что школа испытывает острую нехватку учебников и здесь им на помощь пришел общественный фонд техноленд который согласился отцифровать учебники но уже вне рамок данного проекта учебники которыми мы пользуемся на данный момент и до этого они советских времен даже вот букварий он выпущены восемь с пятом году учебник они в количестве недостаточном они уже устарели и вообще вот этот процесс обновления учебников нашей школе ну был запущен и сделан какой-то уже первый шаг и будущем я надеюсь что наши учебники в школе обновятся процесс обучения пойдет легче и успешней наш мир стремительно меняется и развивается в нем очень много интересного и неопознанного детям в том числе с нарушениями слуха и другими особенностями тоже хочется получить качественное образование и благодаря проекту общественного объединения техноленд вовлечение детей с нарушениями слуха к системам цифрового обучения эта мечта может стать реальностью приходу гостей из про он и юнисеф дети готовились с особым волнением основной целью их визита было увидеть воочию как на практике работает программа цифрового обучения для глухих детей насколько она эффективна и адаптирована к черному процессу будущем про он кыргызской республики планирует расширить деятельность по развитию цифровых навыков в образовании сегодня совместно с юнисеф ведется работа над инклюзивными подходами что создает большие возможности в образовании детей с ограниченными возможностями в рамках данного проекта мы поддерживаем школу интернат для глухих здесь дети проживают и обучаются в стенах школы у них есть инструменты на цифровой платформе которые делают их обучение более эффективным дело в том что цифровизация и цифровые инструменты обладают огромным потенциалом для улучшения образовательных возможностей и могут дать всем равные возможности обучаться и получать новые знания а также получать доступ глобальной информации которая жизненно важна для жизнедеятельности и работы людей в современном обществе мы очень рады что можем предоставить эту возможность детям с нарушениями слуха существуют также и другие технологии которые мы называем инструментами доступа которые делают образование более качественным в основном они помогают детям с ограниченными возможностями получить доступ к другим формам образования и достичь таких же академических достижений что и здоровые дети exactly the same educational achievement as other children хочу сказать что особенность данного проекта заключается в том что очень важно помочь детям с ограниченными возможностями получить лучше доступ к образованию и мы знаем что у них есть определенные препятствия из-за проблем с общением таким образом настоящее цифровое приложение действительно поможет им преодолеть эти барьеры получить образование в разы быстрее и качественнее да мы обязательно хотели бы продолжить поддержку наше видение в будущем это продолжить заниматься инклюзивным образованием сейчас мы работаем на тем чтобы включить детей с ограниченными возможностями в обычный общеобразовательный класс вместе с другими детьми чтобы они могли проводить вместе время и общаться вместо того чтобы изолировать таких деток а представители общественного фонда техноленд в своей презентации наглядно и детально рассказали о данном проекте и его преимуществах что у нас есть Добро пожаловать на наш канал! В заключении дети блеснули своими талантами и нужно отметить, что концертные номера приятно удивили гостей и были оценены по достоинству. Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал!